Да, да, здравствуйте еще раз. Ну, как у вас дела? Я звоню, потому что мы работаем до шести по Москве. Ага, время шесть уже по Москве. Мы не успеем провести регистрацию. Посмотрите, Дмитрий, вам удобно сейчас говорить? Да, да, я вот только домой зашел, как раз. Посмотрите, на данном этапе вам сейчас необходимо зайти в регистрацию в нашей компании. Для того, чтобы система вас выявляла как инвестора от банки Глобал. Мы вам предлагаем приобрести подсвет минимального размера. Еще один портфель, я уже приобрел. Так, секундочку. Вы меня высушите? Да, 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 сейчас я только эту ручку сразу возьму, чтобы записать, чтобы это не пропустить ничего. Все, я тут. У вас есть фиксированный портфель. Ага. Я понимаю, но регистрации в Атланте Глобал у вас нет. А вот вы, когда пытались зарабатывать в КОЭП, вы не инвестировали денежные средства в систему. Так вот, у вас зарисованность, да, и был заработок. Ага, ну да. На данном этапе мы вам предлагаем минимальный портфель в размере 270 евро. Желтый портфель, который также будет у вас в наличном кабинете давать вам процент. Это делается как бы для того, чтобы система вас выявила как инвестора в нашей компании, и с Коконга уже могли бы водить за денежные средства в виде комплекса. Угу. Понимаете? Ну, понимаю, да, но в принципе... Вам необходимо приобрести... Мы можем вам, как бы, предоставить на данные нашего инвестора, который вы можете осуществить быстрый перевод, предоставить мне квитанцию на WhatsApp, после чего уже она будет на завтра, мы, наверное, уже переделаем число на завтра, поскольку вся документация будет вам приходить на элекционную почту, да? Угу. Ну, а страницу вообще это посмотреть-то можно, где регистрироваться? Да, страницу, извините. Ну, страница, да. Если, например, в этом Atlantic Global, да, там страница была какая-то, там можно было там ознакомиться, где что, как, что находится, то сейчас это... Уважаемый, мы исключительно работаем по личному кабинету, да? Мы работаем дистанционно. А после того, как мы проведем регистрацию, да, у вас будет уже личный кабинет, откуда мы с вами можем сотрудничать. Сумма, которая будет перечислена вам в виде компенсации, 16 390 евро. Половину этой суммы вы обналичиваете сразу, вторая половина на протяжении 4 месяцев будет на вашем кабинете. Угу. Таковы условия нашей компании. Угу. И поэтому мы создаем кабинет, чтобы денежные средства были переведены именно на личный кабинет. Ну, я понял. А где этот личный кабинет вообще? Где регистрируется? Где эта платформа или как это? Личный кабинет ваш от Квестра, да, он заблокирован. У нас нет ему доступа. Ну, а вообще страница... ...садить личный кабинет, а вы получите на почту линк, перейдете по этому линку с одноразовым логином и паролем, поменяйте пароль на своем личном кабинете, после чего уже мы можем выводить на вас деньги. Я что-то немножко запутался. Я просто спрашиваю сейчас. Вот платформу вот эту вот. Вы говорите одноразовый линк, правильно? Я понимаю. Да. Одноразовый линк, я там регистрируюсь, то бишь открываю свой личный кабинет. Вы переходите на свой личный кабинет. Угу. Меняйте пароль. Меняю пароль. Даете мне подтверждение о том, что вы поменяли пароль и только у вас есть доступ к вашему кабинету, после чего уже мы выводим на вас денежные средства. Поскольку мы работаем дистанционно, мы используем WhatsApp для того, чтобы фиксировать эти моменты, которые, ну, важны в нашей работе. Угу, понятно. А портфель, получается, я уже позже приобретаю, да? Как? А портфель вот этот, который вы говорите, минимальный, я уже приобретаю позже тогда. Или мне его сначала надо приобрести? Вот 270 евро. Да. Это фиксированная сумма портфеля. Это я понял. При переводе вы должны учитывать комиссионно, потому что 270 евро – это желтый портфель, который также будет на личном кабинете работать на нас. Угу. Понимаете? Я понимаю, да-да, я понимаю. 8 195 евро вы сможете отналичить сразу, а вторая половина, 8 тысяч, да, остается на кабинете на протяжении 4 месяцев. Это условия нашей компании. Угу. Ну, а вы, получается, еще у меня вот такой вопрос был. Да-да, говорите. Алло. Алло, как? Алло. Это. У меня еще вопрос вот такой вот был. У меня вот вы говорите то, что, ну, вы кабинет мой там видите, да, какой у меня там портфель, вот это все. А, как бы, это, ну, у вас есть доступ, да, получается, к моему кабинету, просто он заблокированный, я так понимаю. Доступа к кабинету нет, но у нас есть данные, то, что фиксированная сумма 2430, с обращения в портфеля была у вас на личном кабинете. А после... А это на какой момент? Как понимать, на какой момент? Ну, ну, вот вы говорите, у меня фиксированная сумма была 2400 евро, я там не помню точно фиксированная сумма. Я просто... 2430 евро, да, это фиксированная сумма синего портфеля. Угу. После класса, там вы говорите, то, что были какие-то еще вклады, да, еще проводили там операции, может быть, торги вели на своем кабинете, я не знаю, но данной информации у меня нет. А, ну, все. Если бы у нас были бы данные о ваших вкладах, как бы, если бы вы могли бы предоставить мне квитанции о том, что вы их еще вкладывали, да, во вкладку, я бы пересмотрел ваше дело, отправил заявку, да, на подтверждение еще большей компенсации, если какого вам полагается. Угу. Нет, это я понял, понял. Я просто, когда с предыдущим разговаривал вашим коллегой, я не знаю, не помню, как его звать, я с предыдущим разговаривал, когда коллегой, мы с ним поговорили, он мне сказал то, что он видел, какая общая сумма там наплыла, вот, и эта сумма немножко отличалась от той суммы, которую вы мне сейчас говорите, на самом деле. Я поэтому немножко у меня, это, предусторожность такая. 16 390 евро, да, это сумма перерасчета с вашего подселя. Эта сумма, как бы могла на протяжении всего этого времени быть у вас на личном кабинете, и как бы вы могли снимать с системы. От тебя это вы понимаете? Это я понимаю, да, да, это я понимаю. Просто я имею в виду, то, что суммы разные. У меня вот, ну, я не помню, ну, месяца два, наверное, звонили назад, может, три уже. Я правда не помню, ну, там сумма другая была. Я не могу сказать, кто вам звонил, и что вы обсуждали. У меня, к сожалению, сейчас тоже номера больше не осталось. 430 фиксированная сумма. Ну, ладно, бог с ней, с этой суммой фиксированной. Вот, он мне просто тоже на WhatsApp оставлял, как бы, этот, как его, номер свой давал, и что-то, что-то, вот, мы с ним не это, я так и не дождался. Мы начали, ну, переписку, вот, начали вот это все, как бы, подготавливать, вот это, чтобы там приобрести, по-моему, портфель, он тоже говорил. Честно говорю, я не помню, я не помню. Вот, и потом что-то, что-то пропало, перестал отвечать просто, и все. Окей, ладно, давайте мне ссылку, где, где там зарегистрироваться. Давайте, я вам перешлю данные. Да, данные перешлите, а я уже смотрю. Фиксируйте мне квитанции, предоставляйте мне квитанции, о том, что вы переводили 270 евро, плюс комиссионные. Как-то это, успешно проведем вам регистрацию, уже назад, пришли, я подготовлю все документы, чтобы перестать вам на элекционную почту. А еще такой вопрос, вот просто вот, а без, без вот этих 270 евро никак зарегистрироваться не идет, нельзя? Почему именно 270 евро? Уважаемый Дмитрий, вы же понимаете, компания должна понимать, что вы заинтересованы в нас, вы готовы вкладывать в наши инвестиционные потферы, да, когда вы там зарабатывали. А если бы мы одноразово выплачивали всем компенсацию, тогда бы не было смысла возвращать людей в квест в нашу компанию. Люди, которые являлись квест-инвесторами, мы понимаем, что пеловые люди, которые заинтересованы зарабатывать в системе, на этом. На данном этапе вы минимальным вкладом показываете свою заинтересованность в нашей компании, мы выплачиваем компенсацию, но я больше чем уверен, что вы захотите вернуть эти же деньги и приобрести подцели в нашей компании для того, чтобы расширять свой личный кабинет и зарабатывать больше. Ну, окей, давайте ссылочку кидайте мне на WhatsApp, тогда я посмотрю, что там за ссылочка вообще, и уже дальше будем вести диалог. Хорошо? Хорошо, давайте, я пишу сейчас промо-делов и предоставлю все данные. Все, благодарю вас. Добро, всего доброго. До связи.